Вы только посмотрите на эти просторы! Вот она, Россия-матушка! А фонарики-то уже зажглись. А я девчонка из Ростова-на-Дону-Дону-Дону. Какие толпы народа! Всем привет! С вами Аполлинария Гордиенко. Идемте гулять по берегу Дона. Мы пришли вот оттуда. Сейчас над Доном находимся, на Ворошиловском мосту. И это совсем недалеко от нашей гостиницы, то есть от центра города. Спокойно можно даже пешком прогуляться. Вот он, вот он Дон, батюшка! Какой огромный! Это Ворошиловский мост. Какой же он бескрайний! Кстати, вы знали, что это пятая по величине река в Европе? Он огромный! Вот это масштабы! Вы только посмотрите на эти просторы! Вот она, Россия-матушка! Вы видите? Это лифт. Сейчас посмотрим, можно ли на нем спуститься вниз на набережную зимой. Сколько людей по набережной гуляют! И машины припаркованы! Все приехали прогуляться, провести, так сказать, новогодние рождественские праздники. Это случайно не круизный лайнер, как по Волге ходят круизы? Кто знает, напишите, пожалуйста. А вот я вижу вдали порт. Ну, конечно, порт меньше, чем новороссийский, но все же он очень весомый. Столько там людей! Чем дальше, тем больше! Сейчас мы туда тоже пойдем. Какая красотища! А когда будет март или апрель? Все зазеленеет! А летом тут какая благодать! Январь 2020. Лифт не работает, имейте в виду. Ох! Какая же там глубина! Насколько он глубокий, интересно! А широченный-то! Вот она, зима южная! Зима, как летом! Льда нет, снега нет! Очень комфортная температура, чтобы гулять. Поэтому приезжайте. По этому Борошиловскому мосту проходит очень оживленная пешеходная тропа, прогулочная. Пускай рядом ездят машины, но на это можно смотреть вечно! А мне нужно еще вам набережную показать. Я не могу оторваться отсюда! Просто не могу! Только что, буквально 5 минут назад, мы с вами стояли вот здесь, наверху, на вот этом мосту. Теперь спустились на набережную. Сейчас покажу вам главную достопримечательность Ростова-на-Дону. Набережную! И первая скульптурная композиция. Дон-Батюшка! Еще я обратила внимание, тут на набережной удобные, такие плавные пандусы. Очень хорошо сделано. Знаете, Ростов-на-Дону мне показался очень романтичным городом. Здесь прям как нигде я вот обращаю внимание, что гуляют парочки влюбленные. Скажите, если среди зрителей есть ростовчане, как у вас тут, романтичный город или нет? Вот парочки, вот, и дальше, дальше, дальше. Ох, как масштабно! Непередаваемо! Скульптура-художник. Вот сюда в рамку все становятся. И фотографируются. Вот так примерно. Вот. А я слышала, что на пляжах на берегу Дона в летний сезон людей не меньше, чем в Анапе. Не знаю, правда или нет, очень интересно. Как вы думаете? Наверняка же много купаются людей в реке. А еще здесь есть памятник адмиралу Ушакову. Здесь тоже вот старинная архитектура из красного кирпича. Вообще уже без крыши. Какой я тут раритет нашла. Плавучий причал ростовской детской флотилии. Неужели на нем когда-то ходили, бродили юные моряки? Тут прямо исторические объекты судоходной промышленности. Такой необычный памятник пограничникам всех поколений. Есть ли среди зрителей пограничники? И собака такая хорошая. Гуляя здесь, понимаешь, что тут не хуже, чем по Ялтинской набережной прогуливаться. Роль Дона в развитии города очень и очень высока. Дон-батюшка кормилец. Благодаря нему жили, живут и будут жить сотни тысяч ростовчан, моряки, рыбаки и торговцы. А это, похоже, стадион. Здесь же проходил чемпионат мира по футболу. Здесь видно дно и покрышки. Совсем мелко. Какие краски! Но определенно! Ростов-на-Дону очень романтичный город. Вот один из символов Ростова-на-Дону. Рак. Вот здесь, кстати, есть видео, где в Ростове можно купить живых раков. Проходите и смотрите. А это у нас скульптура рыбак. Ну и натерли же ему нос. Вон как блестит. Что-то везут такое интересное. Вечерело. На левом и на правом берегу зажглись фонарики. Атмосфера вечерней набережной. Знаете, уже так подморозило. Перчаточки надела, шапочку. Посильнее натянуло. Все-таки морозит. Я так боялась, что не смогу гулять, потому что буду мерзнуть. Но здесь такой мягкий климат. Просто потеплее немного одеться. Ветра сегодня нет, солнце весь день. Точно такая крепость изображена на гербе города. И крепость не простая, а с Андреевским флагом наверху. А Донбатюшка все сидит и поглядывает на владения свои. А фонарики-то уже зажглись. Мостик подсвечивается. Людей еще больше. А я девчонка из Ростова-на-Дону, Дону, Дону. Я вот такую песенку выучила. Мне так понравилось, оно мне теперь крутится в голове. Ростов-на-Дону это Донбатюшка. Это родина русского рэпа. Это южная столица России. А еще это город-миллионник. Это живые раки. Это свежайшая рыба. Просто необыкновенная, нетронутая, первозданная архитектура. А с чем у вас ассоциируется Ростов-на-Дону? Наступил вечер, и мы видим, насколько оживился левый берег Дона. Там все в огнях, хотя, казалось, там нет ничего. Магия ночного Ростова-на-Дону. Как же здесь красиво, как волшебно. Вот она, большая садовая вечером. Все кажется совсем другим. Ого, а какой загадочной кажется городская администрация, ну, вернее, здание. Город ночью не менее прекрасен. Особенно в празднике рождественских. Да, желтенькая, красная. Как же красиво украшено. Все-таки. О, а я все думала, кто на этих лавочках сидит, где рядом так шумно. А вот кто, подружки. Это фантастика. Это не переулок. Это нескончаемый праздник. Вот это да. Вот это умеют украшать. Чувство праздника вообще не покидают. Какие толпы народа. Устраняются последствия праздников. Ночью. Конфетти. Конфетти везде, в каждом кустике. Там такая толпа. Вот ли сцены. Вот там парк Горького. За сценой. Там все танцуют, а на самом деле греются, потому что прохладненько. Но гулять можно. 20-20, ура! Дедуля. Мороз. Фотография с главным ростовским Дедом Морозом. Это настоящий пегас. Единорог. Настоящий единорог. А это? Черный пегас. А это маленькая поняшка. Кто любит на поняшках кататься? Ну как вам атмосфера? Это Ростов. Вообще не ожидала попасть в сказку. Такой праздник. Так и хочется танцевать. Здесь шаг. Люди, ну это вообще апогей. Дед Мороз верблюда ведет. Откуда здесь верблюд? Это мы сейчас на соборном переулке. Вот там в конце кафедральный собор, который я вам уже показывала. Или в этом ролике, или в предыдущем. Так что подписывайтесь и смотрите все серии. Меладзе. Ой, я прям на пешеходном переходе танцую. Кстати, в Ростове очень бежливые водители. Они всегда пропускают всех пешеходов. Вам спасибо. Молодцы. Ой, конная полиция? На улицах везде много полиции. На вокзале тоже там прям за безопасностью очень следят. Проверяют документы. Но на улицах почему-то нет казаков. Где казаки? Вот в Краснодаре и то есть. А здесь где? Как украсили. Так обильно-обильно намотали. Да. И эти исторические здания стали еще красивее. Какие здесь огонечки-огонечечки. Людей немного поменьше. А, вот к вечеру и открылась рождественская ярмарка. Ёлка в звездочках, в снежинках. Здесь люди кучкуются. Все фотографируются с этими инсталляциями. Бенгальские огни по 150, клопушки по два. Мандаринки 85. Как это с сюрпризом будет? Ну, как бы он, не знаю. Вот даже автобусы пропускают двух пешеходов. Ох, и красиво. Но больше всего мне понравился в Ростове дон. Его широта, простор, охват и, конечно, старая архитектура. И что можно пробраться в такие уголки, которые не тронуты ремонтом. Там, где снимают фильмы про Одессу. Вот, где снимают. Здесь, в Ростове. Вот, оказывается, что внутри двери у машины. Какие-то трубы. Ой, как красиво. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите все серии про Ростов. Вот здесь вам ссылочки в подсказках оставлю. И будем путешествовать вместе.